Итак, Геликон опера впервые в России представляет оперу на Иврите. Сегодня в театре начались показы спектакля «Альфа и Омега» на музыку современного израильского композитора Гиля Шохота. На первой премьере сезона побывала Анна Аполлонова. Эту премьеру представляют как двойную сенсацию. Впервые в Москве звучит «Альфа и Омега» Гиля Шохота. И впервые за всю историю московской оперы она идёт на Иврите. Рискованный шаг и для театра, и для режиссёра. Артисты могут не справиться со сложным языком, публика может не понять. Но Дмитрий Бертман всё-таки рискнул и даже думал над этим недолго. Когда мы придумали постановку этого спектакля, то композитор сам предложил, чтобы эта опера шла на русском языке. А я ему противостоял и сказал, чтобы эта опера шла на Иврите, на оригинале, на языке оригинала. И я думаю, что я не ошибся, потому что в театре и хор, и солисты все счастливы. Потому что язык невероятно красивый. Тору артисты прочитать не смогут, но все слова, что звучат в опере, произнесут так, что и израильтянин поверит, что говорит соседам. На это ушёл целый год. Сначала шло очень тяжело, потому что не было никаких ассоциаций. Вот вообще никаких. То есть ты вот читаешь, я кератит. Понятно. Вот как, вот к чему оно? Вот что это? Какую ассоциацию себе придумать, чтобы просто выучить слова? А это всего лишь там одна сотая часть из того, что музыкант должен сделать. Юлия Никанорова в этой постановке олицетворяет зло. Почти библейский змей, разве что она змея, также склоняет к греху и также к женщину. Её зовут Омега, она любила Альфу, змея разрушила идиллию. У змеи нет пола. В этой опере змея это даже не животное. Она как линия судьбы на ладони. Как группа звёзд на небосклоне. Змея это что-то вне пола, вне животного мира, вне физической материи. Это зло, которое разбивает естественный порядок вещей во Вселенной. Композитор задумал оперу как притчу о начале всего сущего, о любви, искушении, слабости, сомнениях. Финал предсказуем, но всё-таки не библейский. Это опера-фантазия, размышления о человеке, о жизни и о том, что приводит к апокалипсису. Неприятный конец. Ну да, умирает обычно от туберкулеза, от заболеваний, кого-то расстреливают несправедливо. А тут как-то всё, ну вообще не хэппи-энд. И даже как бы, не знаешь, даже плакать или задуматься о чём-то. Зритель идёт озадаченный очень. Анна Полонова, Денис Остапчук, Новости культуры.